Приветствую вас, мои дорогие зрители! Вы на канале Славянка Букс, и здесь мы о книжках разговариваем. И сегодня я подготовила вам подборочку новых книжек 2020 года. Итак, первая книжка это Джо Лайнсдейл, называется она «Пойма». Джо Лайнсдейл написал эту книгу аж ты в 2000 году, и наши издатели только сейчас её перевели и опубликовали. За эту книгу он получил премию Эдгара Алана Пуо, как за лучший роман 2000 года. То есть это уже, если с ПО связано, то, конечно же, это что-то мистическое, такое необычное будет. Итак, перед нами история необычная, потому что происходит она в годы Великой Депрессии в США, в Восточном Техасе. Гарри Коллинз и его сестра случайно обнаруживают ужасный изуродованный труп женщины, который находится в реке. Вскоре в городе находят ещё одно тело, тоже жутко изуродованное, и город, естественно, начинает впадать в панику, считая, что поблизости ходит какой-то манищила, который кромсает женщин на кусочки. Гарри начинает, собственно, расследование, и он понимает, что убийства здесь не просто так происходят, а они как-то связаны с городскими легендами о получеловеке и полукозле, который появляется в вот эти жуткие времена именно на восточной части Техаса. И вскоре Гарри понимает, что его расследование заводит его не только к вот этой легенде, но и к людям, которые яро верят в эту легенду. Как я и сказала, здесь что-то такое, знаете, мистическое, детективное, ужасное, всё вместе. Будем ждать эту новинку. Следующая книжка Мэтта Хейга, которая называется «Полночная библиотека». Мэтта Хейга я люблю, это классик современный, уже классик английской литературы, который пишет о проблемах отцов и детей. Здесь у нас рассказывается о таинственной библиотеке. Есть специальная библиотека, которая находится между жизнью и смертью, и вот в эту библиотеку попадает 35-летняя Нора, которая работала учительницей музыкой. И вот почему она туда попадает, потому что её машина слетает с обрыва. Здесь библиотека представлена в виде бесконечных, бесконечных полок. Каждая книга, которая стоит на этой полке, даёт шанс прожить новую, собственную, но другую жизнь. То есть, например, в определённый момент времени ты принял решение, и если бы ты принял другое решение, ты мог бы стать рок-звездой, я не знаю, популярным тиктокером, учёной, олимпийской чемпионкой. И вот Норе даётся шанс ещё раз изменить свою жизнь и прожить её немножко по-другому. Но возникает вопрос, а будет ли она счастлива, если примет совершенно другие решения в своей жизни? Ну, такая, знаете, фантастическая история, как раз-таки под Рождество такие читать. Следующая книга Тео Обрехт «Без воды». Тео Обрехт — это её вторая книга. Первая книга была классно воспринята критиками, и многие критики говорят, что она пишет, основываясь на мистических традициях Михаила Булгакова и Маркиса. И вот интересно, да, то есть куда приведут мистические традиции Булгакова и Маркиса эту писательницу. Итак, книга «Без воды» рассказывает о том, что в засушливых землях Аризоны в начале XX века, ну, конец XIX, живёт женщина Нора. Вот что-то прям имя такое, видать, популярное в анлосаксонских кругах Нора. Так вот, она живёт в пустыне с мужем и сыновьями, и вообще она приспособлена к такой жуткой, тяжёлой, я бы сказала, жизни. Но случается ситуация, когда она остаётся в этом жутком суровом месте абсолютно одна, с маленьким Тоби, своим сыном, абсолютно без воды, отрезанной от мира, и всё бы ничего, но Тоби уверяет, что вокруг их усадьбы ходит жуткое чудовище с раздвоенными копытами. Тем временем неподалёку отсюда появляется преступник Лури, который не просто пришёл в Аризону, а он следует указаниям призраков. Именно они его привели в эту местность. И вот Нора и Лури должны встретиться со своими всякими придумками, один с призраками, другой с чудовищами. И эта встреча станет судьбоносной и повлияет на всю их жизнь. Что ж там такое произойдёт судьбоносного, один с копытами, другой с призраками? Удивительно. Следующая книга, которую я жду, и моменты отрывки, из которой я встречала в разных публикациях, и вам даже в сообществе публиковала, эта книга называется «Огонь не может убить дракона». Официально нерассказанная история в создании сериала «Игры престолов». Здесь актёры, режиссёры, продюсеры и костюмеры делятся историями со съёмочной площадки. Здесь мы узнаем, почему Давос Севорд не хотел вступать в отношения с Миссандеей, какую сцену Денис считает самой ужасной в своей карьере актрисой в этом сериале, почему Джон Сноу не хотел воскресать и так далее. То есть вот мне, как фанатке этой франшизы, как фанатке сериала, ну кроме последнего сезона, я с удовольствием почитаю, мне интересны вот эти все подробности. Особенно я бы очень хотела послушать костюмеров, потому что, ну костюмы, ну согласитесь, ну это просто верх мастерства, и прям рассматривать вот эти вот мельчайшие детальки на костюмах, ну просто очень интересно. Следующая книжка, это фэнтези, которую я очень жду, потому что это не тривиальная фэнтези, это необычная фэнтези. Это Джонатан Френч «Серые ублюдки». Первая книга цикла о банде пограничников-полуорков, которые защищают земли людей от нападения настоящих орков. Англоязычные издатели вот что пишут об этой книге. И выдающийся приключенческая фэнтези, низкая, грязная и чертовски веселая. Идеально для всех поклонников Джо Абер Кромби, Стивена Эриксена и Марка Лоуренса. Ну я из этих знакома Джо Абер Кромби, и я понимаю, почему его сюда приплели. Все, что грязное, жуткое и темное, почему-то ассоциируется с именем Джо Абер Кромби в фэнтези. Итак, перед нами история банды серых ублюдков и главный член этой банды Шакалова, так зовут, он полуорк. Верхом на гигантских, выведенных специально для войны кабанах, 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 патрулируют пустынные земли, чтобы орки не вторглись в эти земли и не навредили людям. Но у банды Шакала есть очень серьезный секрет. И если этот секрет выйдет наружу, то мир между полуорками и людьми будет полностью нарушен. И при этом Шакалу и его банде предстоит принять непростое решение, на чьей же они стороне окажутся в случае борьбы и начала конфликта. Я знаю, что эта история получила первое место в конкурсе самоздатных историй в фэнтези, по-моему, так. И Марк Лоуренс сам назвал этот роман самой грязной и веселой книгой, которую он предчитал за последний год. Ну, то есть, если на кабанах они там скачут, да, это весело, прям задорно, посмотрим. Следующая книга это Борис Акунин, и он написал «Сказки народов мира». Интересно, что эта книга вышла в том же оформлении, что и его история. То есть, такой мелкий троллинг, да, то есть, история государства российского, сказки народов мира. Здесь книга для тех, кому нравится читать большие интересные сказки про грозных драконов, маленьких храбрых рыцарей, фей и так далее. Но самое интересное, что эти сказки народов мира Акунин не просто взял из эпосов народных и переписал, он их сам придумал. Я люблю Акунина. У него очень легкий интересный слог. У него всегда классно закрученные истории. Поэтому сказки народов мира от Акунина, я думаю, будет на высоте. Следующая книга — это Кассандра Монтех «После потопа». Это тоже, знаете, такой постапокалиптический мир, постапокалиптическая история, когда после всемирного потопа, я так понимаю, все города ушли под воду. Над поверхностью океана остались небольшие горные вершины, где кучкуются люди. Новый мир беспощаден, в нём выживает только сильнейший. Ной, ты где со своими голубями уплыл? И вот Майра, главная героиня этой книги, она никому не доверяет. Естественно, в таких условиях не будешь никого доверять. И она плавает на своей лодке вместе с семилетней дочкой, выходя на сушу только для того, чтобы обменять рыбу, которую она наловила. У Майры была ещё одна ночь, но в начале потопа муж поплыл с этой дочкой, увёз её с собой. С тех пор Майра её вообще не видела и не знает, что с ней случилось. И вот она узнаёт совершенно случайно, что вторая её дочь жива и находится на далёких островах. И, короче, Майре предстоит совершить удивительное путешествие, чтобы найти своего ребёнка. А мы знаем, что мать, которая любит своего ребёнка, она готова, в принципе, на всё. И я думаю, это будет интересное повествование. Следующая книга уже, по-моему, вышла в продаже, по крайней мере, в Лабиринте я её видела. Это Стина Джексон «Последний снег». Я недавно, вернее, как недавно, ну в этом году я познакомилась с этой шведской писательницей. Стина Джексон порадовала нас триллером «Серебряная дорога». Это, знаете, был такой нуарный, мягкий, длинный, тягучий рассказ про шведских рыднеков в глухих лесах, который просто меня заворожил своей атмосферой. И я жду нечто подобного именно от этой истории, потому что здесь у нас тоже небольшая шведская деревенька Одерсмарк. Зима, вот прямо сейчас, братья читать, зима. Постоянно идёт снег. И вот на окраине этой деревушки живёт необычное семейство. Здесь живёт Лив, её отец-старик Видар и сын Симон. Они очень странные, по крайней мере, местные жители так говорят, что они очень странные. Лив постоянно чувствует на себя странные взгляды соседей, осуждающие её. И постоянно о ней кто-то за спиной шушукается. Почему шушукается? Потому что непонятно, что же здесь делает Лив, как она оказалась в этом городке. Люди говорят о том, что старик её очень богатый, а они живут очень скромно, и вообще там очень грязные секреты открываются. Ну, мы любим с вами грязные секреты, любим в шкафах чужих ворошиться. Вот, прям для нас. Следующая книга принадлежит Перу Алекс Харроу, и называется она «Десять тысяч доверей». Нас ждёт внецикловый роман, который получил несколько наград. Нью Белла, Хьюго, Логос. То есть, это крутые награды, не просто так. И всемирную премию в фэнтези. Это фэнтези-роман. О чём произведение? У нас история Январис Коллетт, которая находится в богатом особняке мистера Лока. Но она его как бы подопечного. Он её обеспечивает, кормит, поет, обучает. Но она чувствует себя как, знаете, статуэтка на полке, за которой ухаживает. И вот однажды на бесчисленных полках библиотеки мистера Локота она находит необычную книгу. В этой книге рассказывается о дверях, которые ведут совершенно разные миры. И каждая страница рассказывает о определённой двери. Ну и, как мы понимаем, Январий решает тут же опробовать этот вариант путешествия сквозь миры. К чему это приведёт, будет рассказано в книге. Вот такие новиночки нас ждут совсем скоро в декабре. Что-то уже вышло, что-то только планируется. Напишите в комментариях, что вы ждёте в декабре, какая книга для вас была открытием. А с вами была Славянка. Не забудьте поставить лайк этому видео. Пока-пока. Славянка.